Ударные подразделения появились в воздушно-десантных войсках. Такое звание теперь присваивается самым боеспособным эталонным частям. В том числе его получили две тактические группы из Псковской дивизии, на базе которой сейчас проходят учебно-тактические сборы. За ходом манёвров с использованием новейшей техники наблюдал наш корреспондент Алексей Карипанов. Загрузить боеприпасы. Загрузить и снять боезапас они успевают за 5,5 минут. В полтора раза быстрее норматива боевая машина десанта БМД-4М. Совсем ещё новая для военных техники. На вооружении меньше года, но уже успела доказать эффективность. Усилена огневая мощь за счёт орудия 2,70. Орудийно-пусковой установки. Очень много электроники. И работа наводчика и командира намного становится проще. Ударить по статичной цели было бы совсем легко. Поразить движущуюся мишень с полутора километров. Вот задание сегодня. За стрельбой наблюдают офицеры, командующие подразделения воздушно-десантных войск со всей страны. Для них это не просто разведка боем. Знакомство с новыми образцами техники, которые только предстоит осваивать. Комплексы радиоэлектронной борьбы, например, на расстоянии способны обезвредить фугас или заглушить связь между расчётами противника. Они теперь знают не на словах, не посмотрев из фильма. Они всё это щупали своими руками, отдавали команды, распоряжения. Теперь они практически знают, как и чему учить своих подчинённых командиров и солдат. Это называется тренировка по управлению огнём в ситуации меняющегося наступления противника. Разведка десантников при помощи беспилотников и других средств наблюдения обнаруживает колонну вражеской техники. Сначала удар артиллерии, потом поддержка с воздуха. Авианаводчику обеспечит наведение на цель и подсветку объектов поражения. Следом за Су-34 летят вертолёты Ка-52 и Ми-24. И если сначала войскам приходится лишь сдерживать наступление, то после авиаударов начинается контратака. Огонь по колонне техники потенциального противника ведут российские боевые машины десанта. Причём стреляют не только по наземным целям танкам и БТРам, но и воздушным. Вертолёты в воздухе имитируют специальные световые мишени. Для военнослужащих 76-й десантно-штурмовой дивизии, которая в этом году принимает сборы, это тренировка, своего рода экзамен перед командующим. Ведь сразу два полка накануне стали ударными. Этот особый статус в Минобороны отныне будут присваивать самым боеспособным расчётам. Это подразделения, которые, будем так говорить, эталонные по своему уровню укомплектованности, обеспеченности современным вооружением, военной техники. Ну и самое главное, конечно, подготовки. Помимо двух псковских, ещё пять подразделений ВДВ в этом году получат высокое звание. Командование не раскрывает критериев оценки, но к чему именно нужно стремиться, офицеры и увидели на полигоне. Алексей Крепанов, Денис Торопшинов, Павел Зеленков, Первый канал, Псковская область.